Работа с данными в многосайтовой конфигурации. Многосайтовая конфигурация позволяет разделить данные, которые будут использоваться на сайтах. Например, при использовании многосайтовости с разделением по доменам в административном меню структура сайта, структура каждого сайта будет выделена в отдельное меню. При настройке информационных блоков в их параметрах можно указать, на каких сайтах они будут использоваться. Модули, которые можно позиционировать по сайтам, представлены на слайде. Рассмотрим разделение данных многосайтовой конфигурации на примере модуля информационных блоков. Перейдем в административный раздел нашего сайта. Посмотрим для начала, какие сайты у нас есть в системе. В системе у нас есть два сайта – S1 и S2, которые соответствуют. S1 – это первый сайт компании, S2 – это второй сайт компании. Рассмотрим настройку инфоблоков на примере инфоблока новости. Для этого перейдем непосредственно к настройкам инфоблоков. Для этого выберем раздел инфоблоки, типы инфоблоков, тип инфоблоков новости. Посмотрим инфоблок S1 – новости, который у нас ассоциирован с первым сайтом. Ассоциация заключается в том, что параметры сайта выбран первый сайт компании. То есть доступ к данным этого инфоблока имеет только первый сайт компании. Переобращение с второго сайта компании данные инфоблока будут недоступны. Посмотрим настройки инфоблока S2, который у нас ассоциирован со вторым сайтом компании. И увидим здесь противоположную ситуацию. То есть доступ к этому инфоблоку S2 – новости разрешен только второму сайту компании. Также если первый сайт компании обратится к этому инфоблоку, то он данные не получит. Рассмотрим настройки компонентов в публичной части. Для этого нужно перейти в режим правки, вызвать диалог настройки компонентов. Здесь мы наблюдаем, что в основных параметрах в источнике данных указан тип инфоблока «Новости». Инфоблок указан S2 «Новости», то есть тот, который у нас ассоциирован с новостями для второго сайта. Мы видим, что новости отображаются. Далее давайте попробуем выбрать инфоблок для первого сайта – S1 «Новости». Сохраняем настройки, и мы видим, что данные не выводятся. То есть доступ к ним из второго сайта запрещен. Вернем настройки. То есть для второго сайта инфоблок выбирается S2 «Новости», которые в настройках ассоциируются со вторым сайтом. Та же ситуация у нас и для первого сайта. Если мы посмотрим настройки комплексного компонента «Новости», то мы увидим в источнике данных тип инфоблока «Новости» – инфоблок S1 «Новости». Таким образом осуществляется разделение данных для модуля «Информационные блоки». Аминал» Ипема Ипема